Многочасовых раздумий перед ходом в детских партиях нет. Для молодых шахматистов организаторы установили лимит времени. На всю игру каждому давалось 25 минут. Маленькие участники турнира часто проигрывали именно из-за того, что не успевали следить за временем. Тренеры отмечают ещё ряд ошибок у молодых спортсменов. Маленькие детки делают невозможные ходы, а по правилам шахмата три невозможных хода – это поражение. Старшие детки, у которых стаж занятий 3-4 года, они редко ошибаются. Бывает, им не хватает времени. То есть, они попадают в сетнот, падают в ложок и проигрывают по времени. Иногда это бывает. У малышей среди девочек призовые места завоевали Арина Чечикова, Вероника Стародубцева и Марина Матросова. У мальчиков Саша Орлов получил награду как самый юный участник соревнований. Призовые места достались Александру Лысаку, Кириллу Чернову и Никите Александрову. Абсолютным лидером турнира стала Софья Гусак. Школьница не просто быстро принимала решения по передвижению фигур на поле. Девочка изучает ходы известных грейсмейстеров и применяет их на практике. Сначала я играю дебют перед Сауфимцева. Нет, дети его не знают. Я применяю это и выигрываю у них. Валерия Рейкер показала второй результат после Сони на этом турнире в абсолютном зачёте. Артёму Антипину удалось стать третьим. У меня была решающая партия с Соней. Я проиграл, потому что не заметил, что она сделала форточку для короля. 3 мая уссурийские шахматисты поедут во Владивосток. Там пройдёт первенство края по шахматам. А в родных стенах наши спортсмены сыграют в начале июня на турнире, посвящённом Дню России.